Давайте об одной из главных тем недели обыска в доме теперь уже бывшего главы федеральной таможенной службы и последовавшая за этим отставка Андрея Белининова, правда, по собственному желанию. Он проходит свидетелем сразу по нескольким делам. После обысков стало ясно, что Белининов вполне себе обеспеченный, мягко говоря, чиновник. Что обнаружили оперативники в загородном особняке, расскажет Анна Запрута. К зданию СКР подъезжает черная Ауди с номерами АМР. Из автомобиля представительского класса вальяжно выходит не менее лощеный Андрей Белининов. На тот момент еще глава таможни. Выскопоставленного чиновника вызвали на допрос. Спустя час Белининов покидает следственный комитет. На вопросы журналистов не отвечает. Телеканал Life News. Подскажите, пожалуйста, вы в каком сейчас статусе находитесь? Вас допрашивали в качестве свидетеля или обвиняемые? Может, расскажете нам? Нет. Хотя в детстве светловолосый Андрюша был куда общительнее. Блистал не дорогущим служебным автомобилем, а в кино. С трогательным Юрием Бондаренко из фильма «Дети Дон Кихота» трудно разглядеть нынешнего Андрея Белининова. Папа, я хочу с тобой серьезно поговорить. А мама нам не помешает? Нет, не помешает. Ну давай. Мне, конечно, все равно, но почему-то некоторые люди говорят, что Витька и Димка красивые, а я нет. Нежелание общаться с прессой понять можно. Последние дни фотографии Белининова не сходили с первых полос. Виной всему недавние обыски в его имении. Сотрудники ФСБ нагрянули к главе таможни рано утром во вторник, 26 июля. Загородный дом Белининова похож скорее на дворец. Внутри старинные картины, портрет хозяина дома в полный рост и золото. Килограммовый слиток и самородок чуть больше. А еще пачки денег в коробках из-под обуви. Общей суммой на 100 миллионов рублей. Повод для обысков – громкое коррупционное дело о контрабанде элитного алкоголя. Через питерский Усть-Лужский порт Белининов проходит свидетелем. Миллиардер Дмитрий Михальченко – главный подозреваемый в этом деле. По версии следствия, в 2015 году он и его соучастники закупали алкоголь в Европе. И под видом герметика ввозили в Россию. Самым дорогим в списке стройматериалов оказался эксклюзивный коньяк. 500 тысяч рублей за бутылку. Таможня давала добро. Следователи уверены, не знать о происходящем в подконтрольном порту Белининов не мог. Кроме того, во время обысков у главы ФТС нашли визитку у господина Михальченко. Содержание мое незаконно. Я не совершал деяния противозаконных. Я не создавал каких-то преступных групп по вывозу вина и так далее. Этого ничего нет. Это уголовное дело не единственное, где хоть и косвенно, но фигурирует фамилия руководителя таможни. 28 июля к пяти годам тюрьмы приговорили бывшего соратника Белининова, экс-генерал-лейтенанта Алексея Шашаева. Бывшего высокопоставленного сотрудника ФТС обвинили в многомиллионных хищениях. Они вместе работали в далеких 2000-х в госкомпании Рособоронаэкспорт. Шашаева Белининов забрал с собой и когда стал главой таможни в 2006-м. Давнего знакомого назначил сразу начальником, главного управления информационных технологий. А в 2013-м Алексея Шашаева заподозрили в коррупции. Годом ранее в таможне проходил конкурс на поставку программного обеспечения. По версии следствия, Шашаев и его подчиненные прописали такие условия тендера, что победить в нем могла единственная компания, СБЛ Технологис. Сумму контракта завысили на 125 миллионов рублей. Эти деньги благодарные коммерсанты вернули друзьям из таможенной службы. Скажите, пожалуйста, с приговором согласны? Нет. А пока знакомые Андрея Белининова ждут приговоры, отбывают наказание, сам экс-глава таможни строит планы на будущее. В четверг, 28 июля, глава правительства Дмитрий Медведев отправил его в отставку. На замену взяли силовика с безупречной репутацией Владимира Булавина. Но Белининов надежды не теряет. Бывший высокопоставленный чиновник рассчитывает, что коррупционные скандалы не запятнали его имя. И он продолжит карьеру на госслужбе. Анна Заброда. Лайф.